В Омске завершился 19-й теннисный турнир на призы компании Оша. Теннисные баталии традиционного мемориала Александра Веретину длились более недели. За титул сильнейших сражались спортсмены из 11 регионов страны, в их числе Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Сочи, Пермь. Состязание с 2012 года входит в календарь соревнований российского теннисного тура. Однако в этом году ему был присвоен статус чемпионата. Мы стараемся собирать все группы, все категории наших спортсменов для того, чтобы они участвовали. Чемпионат области, конечно же, дает другой статус. Есть возможность выполнения нормативов, это кандидата мастера спорта. Поэтому ребята здесь идут для того, чтобы выполнить первый разряд кандидата мастера спорта. Я думаю, что, может быть, на следующий год мы попробуем его уже переформатировать и во всероссийский турнир. Отличительная черта этих соревнований в том, что на равных со спортсменами в нем принимают участие и любители. В том числе и в матчах парных разрядах в категориях 75 и старше. В этой категории когда-то выступал и сам основатель турнира Александр Веретинон. Я участвую в всех турнирах. И что радует, что много в этом турнире сейчас участвует детей. У нас много появилось хороших тренеров, которые имеют звание мастер спорта. С каждым годом мастерство омских спортсменов растет и вместе с тем конкуренция, отметила победительница прошлого года. Было очень тяжело, был очень тяжелый матч полуфинальный, было очень сильно жарко, был сильный соперник. Я выдержала, вышла в финал. И в финале мне было немного легче, погода стала более холоднее и я выиграла. Призы теннисного турнира разыгрывали среди юниоров до 10 лет, мужчин и женщин. В парных разрядах боролись за победу профессионалы, семьи и ветераны. Самый престижный трофей турнира в категории 75 плюс достался непобедимой паре теннисистов Владимиру Худобину и Михаилу Ваксу. Редактор субтитров А.Семкин